Короче говоря, лучше бы я этого не делал. Это было какое-то октября. Я вовсю готовился к тусовке, которая состоится вечером у меня дома. Сам не знаю, как я до такого докатился. Но всё начиналось с малого. Я позвал своего хорошего друга в гости. Он сказал, что с удовольствием придёт. Но пригласит пару своих знакомых вместе с ним. Что ж, ладно. Но те знакомые пригласили ещё нескольких знакомых. В итоге собралась целая толпа, и я приступил к игре в прятки. Прятал всё ценное и хрупкое в шкафу. У меня оставалось три часа. Я строго определил зону, где люди будут танцевать, где будут отдыхать и где будут кушать. Кстати, что они будут кушать? Надо закупить продукты. Пошёл в магазин. Набрал полную тележку. Подумал, что на этой тусовке почти не будет моих знакомых. Решил ещё позвать Серёгу. Хуже уже точно не будет. Серёга сказал, что позовёт ещё нескольких своих знакомых. Зря я его пригласил. Написал, что там и так будет куча народа и больше никого не нужно. Отправил. Но сообщение не было доставлено. В смысле? Попробовал ещё. Но оно ни в какую не отправлялось. Проверил баланс. Я был на нуле. И тут я исчез из торгового центра. Оказался в какой-то бесконечной пустой комнате. Что это значит? Похоже, это из-за того, что я пропал из диалога с Серёгой. Это вот прям капец, как не вовремя. Положить деньги я не мог из-за того же отсутствия интернета. Зато здесь был Wi-Fi. Я подключился. Чтобы впредь не попадать в такую ситуацию с мобильным интернетом, зашёл в приложение Мегафона. Подключил себе тариф из линейки без переплат. Потому что здесь мессенджеры работают даже при нуле. А если я вдруг забыл пополнить баланс и ушёл в минус или в ноль, то всё равно смогу оставаться на связи с помощью мессенджеров. Я, наконец, отправил Серёге сообщение и снова оказался в торговом центре рядом с тележкой. Но Серёга не отвечал. Я позвонил ему по видеосвязи. Да, тут при нуле можно даже звонить. Серёга взял трубку. Я попросил, чтобы он больше никого не приглашал. Он сказал, что уже поздно. Зашибись. Свернулся домой с покупками. Поставил на столик. Столик не выдержал. И высказал всё, что обо мне думает. Было обидно. Но я пообещал вскоре докупить к нему скатерть. Он простил меня. Я проветрил в квартире. Выложил еду и напитки. Выключил свет. Включил прикольную подсветку. Настроил музыку. Встречать гостей готов. Пришла первая тройка. Крутите барабан. То есть проходите, располагайтесь. Вскоре пришли ещё двое. Я перезнакомил эту часть гостей между собой. Понял, что сам половину из них не знаю. Вскоре пришли ещё трое. И ещё. Вроде бы всё. В итоге набился целый дом. Они танцевали там, где было положено кушать. Кушали там, где было положено отдыхать. Отдыхали вообще где захотят. Ну ладно, это их дело. Двое гостей запустили приставку. Стали играть. Один из них выиграл. Они начали ссориться. Похоже, ситуация выходит из-под контроля. Одни гости начали очень громко кричать. Другие безумно танцевали. Какой-то чел разлил напиток. Я сказал ничего страшного и вытер им пол. В целом меня всё устраивало. До тех пор, пока я не зашёл во вторую комнату. Тут творилась какая-то жесть. Я попросил не трогать мои вещи. Но они и не трогали. Они ими швырялись. Зачем я собрал эту тусовку? Лучше бы я этого не делал. Когда соседи в 12-й раз пришли с жалобой на шум, я решил угомонить их. Для начала угомонил соседей. Но они сказали, что вызовут полицию. Кстати, а это идея? Я вызвал полицию. Но они затусили вместе с нами. Я вызвал скорую. Врачи тоже затусили вместе с нами. Всё шло совсем не по плану. Я отчаялся. С этим надо что-то делать. Я взял себя в руки. Собрал всю свою храбрость и властность в кулак и вышел из квартиры. Вернулся назад на следующий день. Я зашёл внутрь и офигел. В квартире не осталось ни одного неубранного места. Всё блестело. А вещи были аккуратно развешаны в шкафу. Вот это действительно неожиданно. После вчерашней жести я думал, что квартиру придётся собирать по частям. Ко мне подошёл Серёга. Сказал, что мы классно потусили. И попросил немного денег на такси. Я был так счастлив, что скорее побежал доставать деньги из заначки. Но там не было ни копейки. Вот тебе и классно потусили. Короче говоря, лучше бы я этого не делал. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. А также оставайтесь на связи в мессенджерах. Даже при нуле и отрицательном балансе с тарифной линейкой без переплат. От мегафона. Ещё предлагаем заценить другие ролики на нашем канале. Спасибо за просмотр и ждём тебя снова.